Девушки отдыхают Мы начинаем Сегодня летающий спиннер Грузовой дрон Водородный трамвай Самая маленькая планета И игра недели Начнем с новости из Санкт-Петербурга Там запустили технологичный Общественный транспорт на водороде И что бы вы думали Это за транспорт Правильно, трамвай Первый, российский, полностью на водородном топливе Тестовый выезд состоялся успешно Хоть и был довольно коротким В процессе тестирования выяснилось Что трамвай может получать энергию От контактной сети И использовать водород На выбор А это значит, что его можно использовать На трамвайных линиях Без контактных сетей Главная задача авторов проекта Показать целесообразность И перспективность использования Водородного топлива В городском электротранспорте Пока мы все ждем летающие такси Компании, которые занимаются их разработкой Почему-то не торопятся И рады показывать новые устройства Одна из таких решила, что сейчас Самое время для того, чтобы поделиться Наработками в теме грузовых дронов Что ж, смотрим Действительно, зачем делать простые дроны с камерами Или перевозить людей Если можно увеличить лопасти Их количество и сам размер коптера Сделав из него настоящего грузового монстра Учитывая его немалые размеры Почти 10 метров в диаметре И больше 2 в высоту Он способен нести на себе До 200 килограмм полезного груза Не так много, но с этим грузом Он сможет пролететь до 40 километров На одном заряде А вот это уже действительно впечатляет Такого монстра можно применять В сельском хозяйстве, строительстве Или в автоматической доставке посылок Ждем в продаже А пока он проходит летные испытания И снова о спиннерах Да-да, шел 2019 Почти конец года А мы все продолжаем обсуждать Необычные модификации Этой революционной игрушки Что ж, на этот раз Вновь есть что показать Энтузиасты решили возвести Апгрейды спиннера в абсолют И заставили его летать Да, настоящий летающий спиннер Для этого в него встроили небольшой винт Активирующийся при вращении Теперь его можно бросать Как бумажный самолетик Или швырять коллег по работе Проект собирает деньги С помощью краудфандинга И мне кажется, довольно быстро Наберет нужную сумму Самый простой летающий спиннер Будет стоить больше тысячи рублей И кажется, скоро он будет У каждого пятого Сегодня у нас очень необычный сюжет Я бы даже сказала С очень необычной героиней Всем привет! Меня зовут Ирэн Я сделала вот эту зеркалку Инфракрасной И с помощью нее Я могу просвечивать вашу одежду Ирэн, ну очень необычная девушка Из-за внешних данных Многие могут начать сомневаться В том, что она вообще Когда-то в руках Отвертку держала Но я вам скажу больше Ирэн не только умеет Обращаться с разными инструментами Но и мастерит Необычные изобретения Сегодня она расскажет Про камеру, которая Буквально умеет раздевать Так, чтобы сделать Камеру инфракрасной Нам нужно разобрать камеру Добраться до матрицы И достать из нее Вот такой фильтр Что это значит на выходе Во время съемки природы Или деревьев Зеленые объекты Становятся на снимках Идеально белыми Это потому, что Листья отражают Инфракрасный свет Также инфракрасный свет Может поглощать предметы Когда они могут Ставиться, например, прозрачными Сильно насыщенными Как, например, с небом Или водой Ну и, конечно же Самое интересное И с помощью вот этой камеры Я могу просветить на вас одежду Собственно, что я и сделала на себе Надеюсь, вам со мной было интересно Обязательно увидимся В следующих выпусках Далее покажу вам Целую подборку роботов-футболистов Которые могут составить неплохую конкуренцию Даже Роналду Герои следующего сюжета Очень маленькие и юркие Их действия ограничены Но вот играть в футбол Им это совсем не мешает Два робота В высоту лишь по 14 сантиметров Работают от батареек И управляются людьми У них светящиеся глаза А перемещаются они В четырех направлениях Пинают мяч Загоняют его в ворота Или отбирают друг у друга В общем, все как в реальном футболе Только поле поменьше и игроки совсем крошечные Весьма увлекательно, скажу я вам Футболист футболисту рознь Особенно если речь идет о роботах Но менее любопытными они от этого не становятся Смотрим На краундфандинговой платформе Собирают средства на воплощение мечты Любого фаната футбола Его настольную версию с игроками-роботами И управлением с помощью геймпада На одном поле может использоваться До шести роботов Связь и работа игроков координируется С помощью блютуз А если вам неудобно играть на геймпаде Можно воспользоваться и смартфоном При ведении мяч примагничивается К носу робота А для удара применяется электронная нога Выглядит как футуристичное развлечение Для фанатов игровых симуляторов Ребята из нашего следующего сюжета И вовсе устроили полноценный матч И знаете что? Мне как человеку, который смотрит Только мировые игры Безумно понравилось Поэтому с радостью делюсь В Московском физико-техническом институте Решили создать футбольную команду будущего И назвали ее StarKid В нее входят современные роботы Их разработки Которые уже получили огромное количество наград и призов Амбиции большие По заверениям создателей Через 20 лет роботы Вполне смогут постревноваться в футболе с людьми Однако в робофутболе свои правила и множество лиг Но ребята завоевывают пьедестал за пьедесталом Движения робота описываются сложной математикой У гуманоидного робота 25 степеней свободы И столько же сервоприводов А это уже 50 нелинейных уравнений Для повышения точности движений им помогают нейросети А скорее найти мяч помогают камеры с технологией распознавания предметов Пожелаем ребятам удачи и новых побед в робофутболе Какая игра номер один на этой неделе? Смотрите далее Привет! Пока ПК-игроки пытаются запустить Red Dead Redemption 2 Которая страдает от глюков и вылетов А любители гонок проходят недавно вышедшую новинку серии Need for Speed Настоящие фанаты хардкора радуются анонсу Долгожданной Diablo 4 на выставке BlizzCon По словам разработчиков Игра получилась такой же мрачной, как и первые две части Игрокам будут доступны три класса Маг, Варвар и Друид Каждый из них хорош по-своему Пвп-зонам место тоже нашлось Первые счастливчики, опробовавшие новинку, хвалят графику Динамическую смену времени суток Большой открытый мир и подземелья Которые генерируются, кстати говоря, автоматически Дата релиза новинки пока окутана тайной Однако настоящие олдскульные фанаты серии В любом случае останутся довольны Помимо Diablo 4 на выставке игроков порадовали анонсом Overwatch 2 Гораздо более спорной новинки Которая, кроме подтянутых скинов и обновленной графики Может похвастаться только компанией с кооперативом Маловато нововведений для полноценного сиквела Однако все владельцы первой части Вроде как смогут бесплатно играть и во вторую Лишь за компанию придется доплатить Хоть какой-то плюс Напоследок расскажу вам еще кое-что интересное Ученые нашли самую маленькую планету в Солнечной системе Она не стала открытием Ранее ученые не раз натыкались на нее Но считали лишь астероидом овальной формы с огромным кратером Однако недавно ученые установили Что диаметр этой планеты 430 километров И она круглая Сейчас ей уже дали название Гигея Из-за кратера на ее поверхности Возрастом примерно в 2 миллиарда лет Ученые разработали гипотезу о создании этой малышки Якобы некий метеор врезался в достаточно большое космическое тело И разнес его на кусочки А после эти раскаленные обломки Слились вместе и создали почти идеальную сферу Именно процесс образования Гигей запечатлен на видео На этом все Надеюсь, вам с нами было интересно Напоминаю, что еще больше новостей Вы можете найти на нашем сайте Или в фирменном приложении TNT Music Я, Алена, прощаюсь с вами Увидимся ровно через неделю Субтитры сделал DimaTorzok